Айнард Фяйн, жители Империи, с вами Нильфгардец, и сегодня мы разберем первые две новые карты Севера, третьей части дополнения Цена Силы. Но, прежде чем мы начнем, поддержи Императора, поставь лайк, подпишись на канал в Ютубе и на Твиче, и конечно же, поддержи Империю Чеканным Флорином, или подпишись на мой Патреон по ссылке в описании к видео. Также всех Нильфгардцев и верных союзников Империи я приглашаю на Дискорд канал Империя Нильфгарда, здесь закаленные в боях солдаты Императора поделятся с вами новыми колодами и расскажут последние новости мира Ведьмака. Также на канале регулярно проводятся турниры с ценными призами от Императора, ссылка на канал в описании к видео. Итак, сегодня разработчики показали нам две новые карты Севера, одну обычную и одну эпическую. Начнем с обычной. Медитирующий чародей. Человек-чародей. Четыре силы за четыре провизии. Выдержка. По приказу добавьте выносливость на ноль ходов. Взаимосвязь. Также добавьте стойкость. Итак, еще одна карта с взаимосвязью, но с очень необычной обилкой. И если первая эта отыгранная карта будет абсолютным мусором, то вторая и последующие активирующие способность взаимосвязи могут стать настоящей головной болью для противника. Ведь в потенциале мы можем заспамить этими чародеями все поле в первом раунде, накопив им выдержку и выносливость. И перейти с четырьмя шестью такими картами на поле в следующий раунд и там уже активировать приказы, получив плюс четыре-шесть очков за каждый ход. И понятное дело, у нас сохранится основная масса чародеев для заспама. Понятно, что ее легко закондрить, но север славится тем, что может делать много копий своих карт как из руки, так и на поле. В общем, судя по всему, северяне получили самую сильную карту среди новых обычных карт. Мне даже захотелось ее испытать на поле боя, ибо я люблю карты со стойкостью. А пока перейдем к лору карты. В описании сказано, чтобы достичь единства с воздухом, представь, что земли нет. Что ж, карта неоднозначная. Прежде всего, вопрос, что за маг изображен на карте? Возможно, это Рафан, который будет мстить на следующей карте, но мне он чисто визуально также напомнил Герхарта из Аэллы. Костюм вроде тот же самый, различаются только головные уборы. Но это, наверное, из-за того, что маг сидит на улице, а не в помещении. И на карте он еще более-менее молодой, когда только совершенствовал свои способности. Однако, стоит заметить, что во вселенной Ведьмака, насколько я помню, не так уж и много чародеев могли левитировать. На память приходит только Вильгифорс, ну и все в принципе. Возможно, способность левитации это особо сложная магия, которая поддается немногим. Если так, то на карте, конечно же, изображен еще молодой Герхард. Ведь он самый старый, самый мудрый и, значит, самый сильный маг континента. Либо все-таки разработчики так изобразили Рафара. Узнаем завтра. А пока перейдем к следующей эпической карте. Месть Рафара, машина, чародей, осадное орудие. 5 силы за 9 провизий. Приказ. Сыграйте бронзовый отряд из вашей руки, затем возьмите карту. Ходов до восстановления 5. Подкрепление. Нанесите 2 единицы урона случайному вражескому отряду каждый раз, когда размещаете отряд рядом с этой картой. Способность подкрепления этой карты также активирует чародеи. Итак, нордлинги получили какой-то монструозный гибрид. Чародей – осадное орудие с не менее монструозной обилкой. Во-первых, хоть рвения и нет, но по приказу с того же лидера мы играем карту из руки, получая тем самым очень мощный темп игры. По идее, карта рассчитана так, что за раунд мы можем этой картой отыграть 2 карты из руки. Но, если у нас есть лебедка, то ходы до восстановления уменьшатся, и мы отыграем тогда как минимум 3-4 карты за раунд. При этом, у карты есть способность гибридного подкрепления, когда мы играем рядом с ней солдаты или чародея. Она при этом наносит 2 единицы урона. А поскольку чародеев и солдат у севера не меньше, чем у Нильфгарда, то урон они могут наносить буквально каждый ход. А учитывая приказ карты, то и по 2 раза за ход. Сами можете подсчитать, сколько можно нанести ей урона. Мне так видится, что в районе 20 единиц. Вполне возможно, при условии, если хватит места в одном ряду. Но и это не последняя возможная стратегия. Эта карта дает мощный темп сценариум нордлингов. Эта карта сама по себе осадное орудие. Значит, если ваш сценарий выжил после размещения, то затем идет месть Рафана. Обилка лидера, разморозка приказа и сразу идет отыгрыш осадного орудия из руки. Соответственно, весь сценарий мы отыграем буквально за 2 хода. Еще один плюс в копилку темпа от этой карты и спама поля осадными орудиями. В общем, ждем новых колод осады нордлингов, а мы переходим к лору карты. В описании сказано. 1. Длинный конец рычага прикрепить к пусковому крючку. Разместить снаряд в проще. 2. Подвесить на рычаге противовес. Масса его должна превышать массу снаряда минимум 80 раз. В ложе поместить перит. 3. Сотворить портал, ведущий к цели и устроить хаос. Что ж, карта интересная в том плане, что заставляет по-иному взглянуть на способ ведения осады и задаться вопросом. А что, так можно было? Видимо, можно. Очевидно, что в этой карте нас прежде всего отсылают к чародею Рафару, который был советником Тимирского короля Абданка и фактически контролировал власть в стране в ходе его правления. Но я, пожалуй, на этом и остановлюсь. Ведь если у нас есть месть Рафара, то завтра мы должны получить легендарную карту Рафара. И мне тогда нечего будет о нем рассказывать. Если же ее нам не дадут, то специально для вас я отдельно упомяну о нем. Но это еще не все. Продолжим анализ карты, ведь она, по сути, дала своеобразную пощечину Нетфликсам и их осаде Содена в первом сезоне сериала Ведьмак. Вспомните, когда армия Императора подошла к Содену, то она ночью устроила обстрелы с требушетов. Но вместо снарядов использовала скукоженных в энергетический фаербол магов, который, кстати, отлетел и не нанес урона. И зачем это было нужно? В общем, очередной бред от киноделов. А тут показали вполне себе хороший прием ведения осады с помощью магии. И даже чародеев скукоживать не надо, достаточно открыть портал. И отдельно удивляет и заставляет задуматься сам способ и конструкция требушета. Почему? Потому что обычно в требушете снаряды поджигали непосредственно, когда их клали в ложе. То есть представим какой-то чан с маслом или обмазанный в масле и нефти каменный снаряд. Его клали в прощу, поджигали и запускали в сторону противника. Здесь же немножечко иной случай. Потому что во втором пункте фигурирует перит. Соответственно, мы кладем снаряд в прощу. Проща за счет противовеса раскручивается. Снаряд при этом каким-то образом ударяется, а перит воспламеняется и летит в портал в сторону замка противника. Для тех, кто не знает, перит это специальный камень, который похожий на кремний. И он известен тем, что он может высекать искры, когда по нему бьют либо там другим камнем, либо металлом, либо чем-то вроде этого. И поэтому перит наравне с кремниями очень часто использовали в 17, 18 и 19 веке в кремневых ружьях. Их вставляли в кремневый замок для того, чтобы высекать искры, поджигать порох и, соответственно, таким образом стрелять. И данная концепция использования перита использована как раз-таки в новом требушете нордлингов. Что ж, достаточно интересное изобретение. Так или иначе, но способ введения осады с арта карты куда лучше, чем от Себятина от Нетфликсов. Также эта картинка напомнила мне фильм Люди Икс, дни минувшего будущего, когда стражи атаковали мутантов, а героиня Блинк открывала порталы, чтобы через них атаковать киборгов. Примерно как это изображено на карте. Есть здесь связь или нет, решать вам. А на сегодня это была последняя карта Севера. И мне не нравится, что нордлинги получили такую сильную эпическую карту. Интересно, какая у них тогда будет легендарка? Если у вас есть какие-то предположения, то пишите их в комментарии к видео. Я лично считаю, что это будет чародей Рафан Белый. А так это или нет, мы скоро узнаем. И на этом, жители Империи, пора заканчивать. Глора Эркер Зайр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео в социальных сетях. С вами был Нильфгардец, до новых встреч.